broken ranks мморпг студии light moon с уникальной пошаговой системой боя в этом видео я помогу тебе разобраться в этой механике не забудь подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропустить подобные видео разбора игровых механик бои в broken ranks происходят в прошаговом режиме где тебе отведено 10 секунд на корректировку своих наступательных и защитных действий или кратко тактики боя об этом поговорим позже запомни 10 секунд 12 очков действий 5 кругов способностей и 3 защитные полоски или точнее 2 но нахер защитой все предельно понятно потраченные 5 очков действия дают максимальную эффективность а 0 это брешь в обороне в соло рекомендую использовать 3 очка действия в защите от ближнего и дальнего боя что оставляет нам еще 6 очков действий для атак примерно 3 атаки по 2 очка действий или 4 атаки если снизить защиту на 1 снижать защиту или нет зависит от боевой обстановки например в бою с волками или зомби лучше вложить 4 или 5 очков в защиту от ближнего боя в то время как против лучников или магов потребуется 4 очка в защите от дальнего боя из своего опыта могу сказать что ментальные атаки встречаются довольно редко кроме pvp а атакующие заклинания в большей степени считаются атаками дальнего боя например огненный шар от чередея скелета будет заблокирован защитой от дальнего боя а способности как боевые клич или проклятие будет заблокирован ментальной защитой какие способности считаются ментальными а какие относятся к дальним или ближним давайте подробнее рассмотрим несколько типов атак в broken ranks и способы защитать защита от ближнего боя хороша против физических ближних атак как удары топором мечом когтями укусы и так далее и магических атак касанием как поджог или высасывание души защита от дальних атак спасает от физических дальних атак любые выстрелы из лука и или использование метательного оружия как камни булыжники или топоры все физические ауэ способности рассматриваются как дальние атаки магические дальние атаки любые магические снаряды как огненный шар удар тени или ауэ заклинания как огненный шторм ментальная защита поможет избежать негативных ментальных эффектов или дебафы яд рой ос боевой клич сглаз что то в этом роде каждый персонаж может использовать до пяти способностей заход для этого достаточно потратить одно очко действия каждое очко действия увеличивают шанс попадания на 20 процентов для успешной атаки я рекомендую использовать минимум два очка действия а в случае с бафами и дебафами может потребоваться и три очка действия к сожалению использовать зелья во время боя нельзя но возможно такая опция появится кто знает какие обновления нас ждут в будущем чтобы не тратить каждый раз время на использование очков действий используй тактику в бою это по умолчанию клавиша 1 или 2 для настройки тактики нажмите с или вот эту иконку вверху экрана порядок использования способностей слева направо но с небольшой оговоркой способности применяется по следующей схеме в начале боя применяются бафы и дебафы например лечение или боевой клич затем магические и физические атаки дальнего боя метания топора огненный шар способности массового поражения и последние атаки в ближнем неиспользованные атаки если ваша цель умерла будут применены в конце раунда к оставшимся врагам последнее действие это побег помни об этом если попал в опасную ситуацию вот последовательность всех действий во время боя советую изучить и запомнить также есть возможность или баг что вы можете изменять свои способности после этапа подготовки однако эти изменения вступить в силу во время следующего раунда главное помни чем больше атак ты сделал тем быстрее устанет персонаж иногда лучше 2 прицельные атаки чем 5 которые скорее всего промажут будь осторожен удачи а